Музыка Если вы сейчас не дадите нам поработать, мы ничего не хотим Не надо ничего показывать А как вы работаете? На кого вы работаете? На кого вы работаете? На ГЕПУ Вы на ГЕПУ работаете, зачем вам работать? За сепаратистов Сделаем все с паузой Это какие хардовчане? Тушек 150 человек Кто это? Кто это? Кто это? Я тоже хочу дать вам Кто вас поддерживает? Порошенко Кто ваш протектор ВЕПУ лучше живется при Порошенко, чем при Януковиче ВЕПУ лучше живется при Порошенко, чем при Януковиче ВЕПУ ВЕПУ уже в Харькове Или что? Проблема намного глубже, чем вот так, которая сейчас на поверхности Проблема одна, продажи Порошенко Ганьба ВЕПУ Продажные Хлопные Чинок ГОНЬБА ГАНЬБА 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 ШТОП ГРАШЕВАТЬ БАНТИТОМ Баньба! Баньба! Гайба! 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 вызываем, но пока свободных машин нет, в общем, какая-то отмазка. Эти просто проезжали мимо и они просто остановились, но они даже не вышли из машины, потому что они увидели этих 100 человек и просто стало страшно, они об этом потом сами признали. Они говорят, у нас одно оружие, у нас их отберут и мы за него отвечаем. То есть им оружие было важнее, чем люди. У нас было 5 человек, всего-навсего, против 150, которые в автобусах приехали. Позднее, когда полиция опрашивала их, они показали свои документы. Это оказались охранные агентства Днепропетровска, которое называется Гайдамаки, и так было написано в удостоверении. И еще представители... Какие движения они нанесли? Мамасека Маки. Они разрушили полностью здание и они полностью вынесли у нас аппаратуру, камеры видеонаблюдения, всю аппаратуру, которая отвечает за удостоверение. Это строение незаконное. Вы что-то делали для легализации? Почему они были построены? Документы по легализации находятся сейчас в суде. А Геппин бизнес весь законный, да, в Харькове? Находятся сейчас в суде. И сейчас это в процессе рассмотрения. Суд сейчас принимать должен решение о законности. Пока суд не примет это решение, не имеют права они сносить это здание. Они это прекрасно знают, поэтому если бы это было законно, они бы пришли днем и законно все это сделали. Вы видели предупреждения от горсовета накануне? Никаких предупреждений от них мы не слышали. Они приехали ночью в капюшонах, как в тетушке. И они это сделали в 4 утра, когда все спали. Понимаете, если бы это было законно, зачем прятаться? Зачем прятаться в капюшоны и прикидываться, что они не привыкли. Если бы это было законно, они бы открыто пришли, придали документы на снос, прочитали бы решение суда, нас об этом уведомили. И мы бы сами это дали сделать, потому что мы не можем против закона пойти. Так как это было сделано вот таким вот образом из потешка, глядя на это, просто я вспомнила 2014 год. Просто так же действовали тетушки. Хочу еще про полицию нашу сказать, которая через 40 минут после вызова приехала. Через 40 минут. До этого клуб Джексон вызывал полицию, они приехали туда через 15 минут. К нам приехали через 40 минут. Четыре патруля выстроились другой, мы ничего не делали. Мы просили, чтобы при нас было. При них все это было. И пока наши активисты не начали силой отгонять тетушек, полиция не вмешивалась. Они вмешались только тогда, когда они начали, уже увидели эту провокацию. Они стояли, я лично просила дать мне написать заявление, но они мне не давали в течение получаса никаких документов, никаких бланков, чтобы я хотя бы написала заявление и пояснения. Непонятно эти действия полиции. В итоге приехала оперативная группа. Да, 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 да. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова